То есть, по вашему мнению, до этого указа не все силы, вооруженные Российской Федерацией, были направлены на войну в Украину. Конечно, это правильно. Поэтому я и сказал, ограниченный контингент. То есть, там было довольно много задействований, потому что вы раздолбали первую волну, которую они к вам отправили, 180 тысяч, вы их раздолбали всех. Потому что там порядка 120 тысяч погибшими и еще, может, на три ранеными. Ну, там ранеными, может быть, на два. Ну, в общем, там порядка 300 тысяч. Поэтому, кстати, Путин вынужден был объявить мобилизацию. Почему он, кстати, объявлял мобилизацию? Потому что он не мог мобилизовать все силы, ведь нужно держать силы на Дальнем Востоке. Ведь у России есть четыре военных округа. Западный, Центральный, Южный и Восточный. Значит, вот вся эта война, в принципе, идет сейчас в Центральном и даже больше Южный. Более всего ближе к Украине Южный военный округ. И дальше немного Центральный. А Западный и Восточный почти в Западном только одна область. По-моему, туда, в Воронежскую область, входит Западный округ. А все остальное ведь не участвовало. То есть, вот Дальний Восток он не участвовал. Там надо держать тоже силы, потому что там Китай. То есть, если оттуда убрать все вооруженные силы, то до свидания. Значит, китайцы тоже скажут, а мы тут как тот. А давай-ка мы, может быть, зайдем к большому брату. И скажем, а вот хорошо бы нам попробовать поделиться с вами сибирскими богатствами. Вот. То есть, в общем, мобилизации не было еще такой. И самое главное другое. Почему у этой иерархии изменилась качественно ситуация? Потому что Герасимову ни у кого не надо испрашивать приказа на какую-то координацию. Он сам отдает себе приказы. Ему ничего не надо. Он информирует министра обороны, и все. Точка. И он информирует президента. Больше ему ничего не надо. То есть, значительно упрощается управление войсками. А вот управление войсками – это вещь очень бюрократическая и очень важная. То есть, чем меньше цепочка, по которой идет приказ, тем быстрее эти приказы реализуются, и тем это проще делается. И вот сейчас эта цепочка укоротилась максимально. То есть, начальник генштаба – главный человек, который отдает приказы по Украине. И у этой составляющей есть еще совсем неприятная вещь. А именно, в России есть три человека, у которых есть чемодан Чигет. Я, наверное, чемоданчик. То есть, есть такая АСУ Кавказ или АСУ Казбек. И есть у этой АСУ три терминала под названием Чигет. Один терминал у Путина, другой терминал у Шойгу, министра обороны. И третий терминал у Герасимова, начальника генерального штата. А вот как. То есть, теперь командующий этой водягой в Украине – обладатель ядерного чемоданчика. Обладатель ядерного чемоданчика. То есть, вот он просто может открыть его и сказать, там, я вот запускаю. То есть, ему, опять же, не нужно. То есть, он там согласовывает это с министром обороны и с президентом. Но, в принципе, у него есть ядерный темоданчик. То есть, у него есть, лично у него есть, все необходимое техническое обеспечение для управления нанесением ядерного удара. И хуже того, Асуровикин – это тот человек, который исполняет этот приказ. Потому что военно-космические войска – это одна из составляющих триады. Вернее, там две составляющие. Потому что там и ракеты шафтного базирования, и мобильного базирования, и то ядерное оружие, которое несут ядерные бомбардировщики стратегические, которые тоже в подчинении у Асуровикина. То есть, вот этот расклад, он кардинально поменял всю эту ситуацию. Боюсь, что люди недооценивают то, что произошло. Но, так сказать, критически здесь нельзя, так сказать, предъявлять претензии к людям, потому что это бюрократическое устройство военное и государственное, с которым, людям, мало кто знаком. Вот, и даже по этому поводу, там, вот французские эксперты, они тоже не просекли. У меня там двое соток, мы с ними ругаемся. Я им доказываю, что, ребята, вы не понимаете, насколько это серьезно. Они говорят, да бросьте, это просто вот, ну вот, перетасовывают колоду генерала. Я говорю, это было все замечательно до Суровикина. Вот уже назначение Суровикина, это уже не просто генерал. Когда назначают генерала, которые одновременно главком вида войск, это совсем непростой генерал. Вот до Дворникова все было просто. А вот, начиная с Суровикина, уже все непросто. А теперь все. То есть, выше расклада военного нету. Все. Вот еще выше другого нету. Мы, Путин, дошел до максимума того военного, чем он вообще располагает. Спасибо. Спасибо. Спасибо.